Группы спасателей с кинологами на двух вертолётах прибыли на место схода лавины на Алтае, где погибли семь туристов. Специалисты уже начали там поисковые работы. Их координирует оперативный штаб. Поиски могут растянуться на неопределённый срок из-за большого объёма сошедшего снега. Подробности у Кирилла Воробьёва. Наталья Антонова и Екатерина Полянская. Единственные, кого лавина не задела. Это первые кадры выживших девушек после трагедии. Мною сегодня было осмотрено двое женщин, которые перенесли посттравматический стресс. Состояние у них средней психической тяжести. Лавина сошла два дня назад, но сообщить о ЧП не смогли только сегодня. Спутниковые телефоны оказались под снегом, остались без связи. На место трагедии вылетели два вертолёта МЧС, больше 30 спасателей и кинологи. Сколько времени займёт операция, пока неизвестно. С учётом имеющейся информации о том, что лавина имеет достаточно значительные объёмы, поисково-спасательные работы могут затянуться на неопределённый период времени. Для увеличения группировки сил и средств созданы необходимые резервы для наращивания группировки сил и средств. Главное управление МЧС России по республике Алтай и поисково-спасательные подразделения приведены в режим чрезвычайной ситуации. Владимир Юдин сегодня весь день на телефоне. Он тренер альпинистов, оказавшихся под лавиной в Горном Алтае. В то, что опытные спортсмены погибли, верить не хочет. Они поднялись и фактически тут же сошла лавина, причём лавина вот огромная. В руках утверждённая маршрутная книжка. ЧП произошло почти в начале пути на горе Металлург. Весной в горах опасно, а палящее солнце провоцирует сход снега, но экспедиции не отменяют. Известно, что группа туристов шла по маршруту четвёртой категории сложностей из шести возможных 14 дней дороги. Маршрут был спланирован и утверждён заранее. Основной путь красный, запасной зелёный. Но воспользоваться им не пришлось. Ничего не предвещало сход лавины. Первый слой снега остановился. А второй на него, на него, на него. И такая присловка. Это может быть метров десять. Секция горного туризма в Новосибирске существует уже почти 40 лет. Десятки участников и экспедиций. Регулярные выезды в горные районы. Спортсмены постоянно тренируются и знают, как действовать в экстренной ситуации. Детали этого ЧП придётся восстановить следователям, выжившие уже сегодня. Дали показания. Следствием выясняется, что явилось причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при восхождении, и кто являлся организатором восхождения. Связи в горной местности нет, но координаты возможного местонахождения группы известны. Пока знакомые родственники, предположительно погибших, не делают поспешных выводов и ждут официальную информацию от спасателей, которые в эти минуты продолжают исследовать горную местность. Лавина могла их не засыпать, а отбросить. А значит, и мог быть шанс на спасение. Кирилл Воробьёв, Леана Кумашова, Сергей Бабичев, Александр Ганов. Вести. А ну давай балет! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро! Держитесь! Т-34 Учись, Квазимода! 9 мая в 21.00 на канале Россия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok